Всем привет, дорогие зрители! С вами Мистер Шпилкис и мы продолжаем охотиться в игре The Hunter Call of the Wild. И сегодня мы с вами отправимся на охоту в новый заказник Куатра Калинос, который находится в Испании. Я приглашаю вас прогуляться по завораживающим лугам и покатым холмам Иберийского полуострова. Это просто пейзаж мечты для любого заказника. Неудивительно, что Александра, работница лесной охраны и смотрительница, считает, что ее душа связана с этой землей, с этими королевскими охотничьими угодьями. Удивительно изящный мраморный карьер, покатые склоны и старинный монастырь, лужайки, усыпанные подсолнухами и лавандой. От этих красот заказника Куатра Калинос по-настоящему захватывает дух. Романтичный пейзаж Иберии разделен на различные биомы, населенные множеством видов животных. Бросьтесь в погоню за скрывающимися в зарослях зайцами-русаками, прогуляйтесь вместе с величественным благородным оленем или вспыльчивым кабаном и ловите косуль пасущихся на полях. Поджидайте молчаливого иберийского волка и выискивайте на скалах бесстрашных муфлонов. Те же, кто хочет испытать свои силы, могут принять участие в испанском турнире большого шлема и выследить четыре вида горных козлов. Помимо нового заказника, новых видов животных и новых заданий в количестве 14 сюжетных и 55 дополнительных, в игре добавлено новое оружие. Винтовка Мортенсона со скользящим затвором 6,5 миллиметров. Эта винтовка предназначена для добычи животных второго класса, но опять же, друзья, помним, что второй класс — это довольно-таки растяжимое понятие. У нас с вами в игре какие-то животные могут добываться без потери бонуса за состояние, какие-то с потерей, поэтому мы поохотимся, узнаем, увидим. Проходить этот заказник мы будем точно так же, как проходили заказник Долина Юкона на Аляске. То есть мы идем по сюжетным заданиям, попутно цепляем дополнительно, если есть такая возможность. Идем, в основном делаем упор на задания, друзья. Охота опционально дополнительная. Получается поохотиться настрелять, охотимся, стреляем. Не получается, не расстраиваемся. После прохождения сюжетного задания мы приступаем к дополнительным, а там уже больше свобода действий, больше разнообразия и охоты в том числе. Что ж, давайте перенесемся в новый заказник. Находится он у нас в Испании, я напоминаю. Поехали. Многими поколениями моя семья оберегала этот чудесный край. Закатник Куатра Калинас родное для меня место, поэтому для меня очень важно его процветание. Вот мы и снова вместе друг. Давно нам не доводилось работать сообща, но я уверена, что ты окажешь мне большую помощь в осуществлении моих планов. Надеюсь, тебе хорошо спалось. Настало время Кастильских приключений. Я столько лет обещала тебе показать заказнику Адра Калинас. Вот ты здесь. Я очень рада, что тебе удалось сюда добраться. Я уверена, что тебе понравится охота в этих местах. Первым делом я предлагаю тебе насладиться потрясающей аллеей Боск, и она расположена неподалеку. Там открывается отлично видно заказник, и оттуда можно заприметить один из запорных пунктов. Советую в него заглянуть, как только представится возможность. Я знаю, что бывало охотник вроде тебя не нуждается в шикарных апартаментах, так что смело заглядывай в наши опорные пункты для гостей. Эти дома — результат работы моих мамы и папы в течение 35 лет. Тот, на который смотришь ты, называется Касса Альфонсо. В целях обновления заказника мы недавно провели внутреннюю отделку всех домов. Правда, сохранили каменное покрытие. Контраст старого и нового творит чудеса. Так, ну что ж, знакомство с нашей смотрительницей Александрой завершено. Первое знакомство, хотя, как она утверждает, мы знакомы довольно давно. Друзья, давайте же осмотримся, потому что место действительно очень красивое, потрясающее. Посмотрите, какие обширные поля, собственно, тем самым и славится этот новый заказник своими огромными территориями, открытыми огромными территориями. Очень классно. Лавандовое поле. А здесь по соседству, друзья, какая красота, какие красивые подсолнухи. Вы только посмотрите. Они, получается, идут немного в гору. Не удается оценить всю масштабность этого поля, но я думаю, что сейчас нам представится такая возможность вот этой обзорной вышки. Скорее всего, именно здесь они устроены вот по принципу таких крупных каких-то больших строений. Пошел легкий дождик. Интересно, в какое время года мы здесь находимся? Ну, судя по всему, наверное, лето, я думаю. Все зеленое, все цветет, все благоухает, скорее всего, летом. Ну, ничего тогда. Легкий летний дождик нам с вами, конечно же, не страшен. Я уже взял набор оружия на сегодняшнюю серию. Посмотрим, удастся ли нам с вами хорошо поохотиться, но я думаю, что да. Давайте определим первый след. Посмотрим, чей-то. А это европейский заяц. Вот так вот. Добро пожаловать в Куатра Калинас, друг. Надеюсь, тебе понравится вид. Такая штука, да, старинная, но в то же время функциональна. Она будет служить нам, видимо, обзорной вышкой. А друг запыхался, аж эхо внутри создает. Бедолага, уже столько набегался, до сих пор никак не может дыхалку свою натренировать. Да, смотрите, такая вот интересная обзорная вышечка, абсолютно без каких-то изысков. Ммм, друзья, волчий вой. Очень круто. Ну что ж, осмотримся. Давайте сперва сами, а потом уже при помощи вышки. Очень хочется посмотреть на вот это поле подсолнухов, которое, посмотрите, так круто, вообще очень красиво контрастирует, да, разделено здесь небольшим кусочком земли, контрастирует классно с лавандой. Здорово. Очень красиво, друзья. Для меня до этого по красоте, наверное, был самый крутой заказник. Это Аляска. Сейчас посмотрим. Ты стоишь там, где в свое время оступали герцоги и короли Испании, а также представители прошлых поколений моей семьи за последние три века. Так, ну что ж, и посмотрим на карту. Отсюда открывается хороший вид на касса, что-то там, что-то там. Хорошо. Так, смотрим, где у нас первый опорный пункт. Их у нас два. Когда вдоволь насладишься... Хорошо. Не успеваю. Непонятно, когда появится очередная реплика. Поэтому, ладно, что-то успеваю читать, что-то прочитаете вы на экране. Так, смотрите, у нас два опорных пункта, точнее целых три опорных пункта, да? Но идти нам нужно по заданиям. Вот сюда. Это часть сюжетного задания. Здесь посещение опорных пунктов. В смысле километр? Серьезно? Километр? Да ладно. Такого еще не было в нашей практике. Обычно опорные пункты гораздо ближе находятся. Ну, ладно. Прогуляемся с километром. Ничего страшного. Так, фонарик зачем-то включил. Непонятно. Так, что ты там говорил, Александра? Повтори. Я сейчас готов прочитать. Надеюсь, пойдем по хорошей погодке. Хотелось бы оценить в свете солнца вот эту всю красотень. Да, действительно круто, друзья. Классно. Я, на самом деле, очень люблю большие вот такие вот пространства, потому что я фотограф, так скажем, любитель. И мне нравятся масштабы. Нравятся классные пейзажи. Давайте не будем топтать лаванду, чтобы нам там от местных парфюмеров не прилетело по голове. Скажут, вытоптал всю лаванду, пока перся там по полю. Ну, и подсолнухи тоже понаблюдаем со стороны. Скорее всего, они еще пока не зрелые. Семечек вряд ли получится набрать нам на серию. Хотя, вы знаете, в принципе, да, можно попробовать поковырять. Ну, и не забываем осматриваться, друзья. Обязательно осматриваться. Так, а у нас уже, а у нас уже первые трофеечки показались на горизонте самочки кабанов. Хорошо. Может быть, где-то и самца получится добыть. Ну, хотя бы увидеть для начала, уж добыть я не говорю. Хотя бы просто рассмотреть. Все-таки достаточно быстро, согласитесь, разработчики выпускают новый контент. Довольно быстро. Казалось бы, вот только-только Аляска вышла. А после Аляски уже там тоже, да, выходили всякие новые штуки и пак с оружием. И тут вам, пожалуйста, раз. И еще один новый большущий заказник на много-много серий нашей с вами охоты. Скорее всего, здесь будет очень популярна тренога. Я единственное, что не взял манки. Совершенно что-то я не подумал про манки. Нам бы на кабана уже, возможно, пригодился бы такой маночек. Ну, да ладно. Я думаю, что не критично. Нам, в любом случае, нужно сперва идти по заданию, постараться пробежаться. Так, смотрите-ка, зайчишка, да? Интересно. Но на зайчика, да, тоже... Так, стоп-стоп-стоп, не то. На зайчика тоже нет ничего, кроме, друзья, нет. Все-таки что-то у меня, наверное, найдется. Я думаю, что, возможно, мы сейчас с вами попробуем как-то размочить счет. У меня найдется вот такая вот стрела синенькая. Она как раз подходит для зайчика. Но, друзья, мне кажется, я вижу кого-то впереди. Давайте попробуем рассмотреть. Да, это зайчик. Как мы с вами помним, мелкую дичь уток и зайцев мы с вами берем без разбора, так скажем. Не смотрим на пол. Добываем всех. Тоже относится и к хищникам. Хищников тоже добываем всех. Так, вы знаете, я хочу немножко изменить настройки. Сейчас буквально пару секунд. Цвет активных следов... Нет, почему белый? Не хочу белый. Давайте какой? Давайте, наверное, как-нибудь поменяем, потому что поднадоели уже цвета. Вот, маджента, да? И цвет контура при обнаружении тоже давайте поставим маджента. Отлично. Мне кажется, будет довольно-таки в тему маджента здесь на лавандовых полях, да? Ну и вот так вот у нас стало видно зайчика нашего, обведенного фиолетовым фиолетовым цветом. Хорошо. Немножечко мы сейчас приблизимся к ним и постараемся, там были самцы, постараемся взять какого-нибудь интересного зайчика. Но смысл в том, что для лука нужно сокращать дистанцию очень-очень сильно. Можно, конечно, выпендриться, попробовать сделать выстрел за 50 метров. Прицел, благо, на луке у нас рассчитывает дистанцию и позволяет нам попадать довольно точно. Но я бы все-таки сблизился, насколько это возможно, и уже попытался бы добыть кого-нибудь. Так, приминается трава, а, честно говоря, ставка была на этот кустик на самом деле. Так, ну вот, смотрите, сколько там получается 40 метров, да? Ну, я думаю, что можем попробовать. Из лежачего положения мы, к сожалению, не стреляем, а вот из сидячего стреляем вполне. Так, нет, скорее всего, я промахнулся. Скорее всего, я не попал. Не знаю, мне показалось, что стрела пошла гораздо выше нашего зайчика, в которого мы целились, пытались, да? Ну вот, не взял я верант, к сожалению. Почему-то я вообще не подумал про зайцев, хотя в описании же сказано, что зайцы есть. Но, смотрите, они возвращаются обратно, да? То есть, у нас с вами есть шанс, так скажем, немножко реабилитироваться и попытаться добыть второй раз зайчика. Так, смотрим, кто у нас там. Там у нас... А зайцев, кстати, очень много. Обратите внимание, прям скачет здесь вообще взад-вперед. И довольно много. Вот они прям идут четко на меня. Отлично, есть. Одного взяли. Красиво. Почему-то сейчас прошло прям все идеально. До этого как-то странно. Стрела пошла выше. Может быть, я как-то дыхание не задержал более качественно. Но я думаю, что они пойдут обратно. Давайте мы не будем торопиться. Охота уже пошла, друзья. Я поздравляю вас с первым добытым трофеем в новом заказнике. Мы с вами взяли зайчика. Этот момент, конечно же, не может не радовать. Заодно оцениваем, друзья, красоту, оцениваем масштабы. Очень здорово, очень круто. Так, стоп-стоп-стоп. Что ты делаешь? А, нет-нет-нет, подожди. Почему? Я же вроде на клавишу Е нажал. Так, смотрите. Вот, все. Присел зайчик. Бьем, берем. Хорошо. Снова они убегают. Но я думаю, что мы с вами, скорее всего, добудем еще сейчас. Ну что, посмотрим, как выглядит. Ну, в принципе, выглядит как зайцы, да? Довольно-таки похоже. Довольно-таки похоже на зайцев, друзья. Хорошо. Берем. Первый трофейчик взят. Отлично. Денюшки потихонечку пошли. Очень в тему, кстати, появления нового заказника. Почему? Потому что это принесет еще нам определенную кругленькую сумму денег, которая позволит нам более качественно снимать трофейную охоту по новому плейлисту, где мы с вами будем делать позы животных для дома сафари Сасика. Но, друзья, как вы понимаете, все-таки новый контент в приоритете, поэтому мы отодвигаем тот плейлист пока. Пока в стороночку на время. И начинаем прохождение нового заказника. Так, я думаю, что мы сейчас с вами берем еще одну вот зайчишку и отправляемся далее по заданию. Нам еще 700 метров топать пехом, поэтому... Да, вот этого давайте сейчас берем. Отлично. Все. 30 метров. Очень классный прицел, друзья. Обалденный прицел. Я рекомендую вам купить это DLC хотя бы из-за этого прицела. Не считая того, что в этом DLC как бы и другие девайсы вполне себе годные и классные. Но прицел, посмотрите, без пристрелки позволяет нам делать все, что мы хотим. Первый выстрел почему-то пошел вообще непонятно куда, непонятно зачем. Ну, а остальные оказались вполне себе нормальные. И довольно точно мы с вами буквально за несколько минут трех зайчиков добываем. Ну, был бы верант, конечно, мы бы сейчас нащелкали побыстрее и поинтереснее. С более дальнего расстояния. Так, тихо-тихо. А что? А что? А где? След? Скорее всего, да. Что-то там клавиша Е у меня замерцала, замигала. Я подумал, а вдруг? Так, очередной зайчик. Смотрите, сколько их здесь. А где это, собственно, поле находится? Давайте посмотрим. То есть, от первого появления, да, от первой обзорной вышки буквально вот тут вниз, получается, на юг поле с зайчиками. Запомним, если что, мы сюда обязательно придем. Обязательно здесь еще на зайчиков поохотимся. Солнышко, выглядывай давай. Дай насладиться красотой этого места. Да, вот в то же время, смотрите, вроде бы, да, довольно-таки обширные вот эти поля, большие. Животные, скорее всего, не будут вас видеть там на расстоянии 200 метров. Точнее, может быть, видеть будут, но воспринимать как опасность, скорее всего, нет. Поэтому здесь можно спокойно с одного края поля простреливать другой край. Но, друзья, есть одно но. Здесь есть вот эти лавандовые и подсолнечные поля. А там уже животное спрячется спокойно. Заяц-то к 100% спрячется, вы его наверняка там не найдете. Я думаю, что кабанчик спокойно спрячется в лавандовом поле, а в подсолнечном и подавно. Поэтому здесь, скорее всего, берите все манки, которые вам доступны. И я думаю, что тренога здесь будет пользоваться прям популярностью. Потому что деревьев для лабаза не так много, например, вот на этом поле. Но поставить треногу, засесть, взять маночек, да. Тренога, как известно, дает очень хорошую маскировку. Я думаю, что это будет в тему. Хотя немножко читерская, конечно, штука эта тренога. Так, смотрите-ка. О, кто у нас там? Там у нас кабанчики на отдыхе. И у меня нет манка, понимаете? Вот в чем проблема. Я почему-то совершенно про манки забыл. Ладно, сейчас дойдем. А вот это у нас с вами оливковые поля. Давайте тоже посмотрим. Я ни разу не видел оливковых полей. Не бывалые, знаете ли, в Испании. На Иберийском полуострове. Не довелось, не довелось, к сожалению. Но бывал зато на родине разработчиков вот этой игры. Но прикольно, прикольно, классно. Мне кажется, вот каждый следующий заказник все более и более приобретает такую реалистичность. То есть ощущение складывается, что ты прям находишься не в компьютерной игре, а просто смотришь в окошко, да? Это, скорее всего, следы кабана, я думаю. Выберем. Да, они самые... Смотрите, как маджента, классно, да? Контрастирует здесь с растительностью, позволяет очень здорово различать следы. Так, ну, это, скорее всего, две самочки, да? Ну, получается... Нет, там еще кто-то. Ну, там вообще одни самки. Конечно, очень хочется затестировать вот этот 6,5-миллиметровый ствол. Давайте вспомним, как он там называется правильно. Я уже успел это забыть. Называется он Мортенсен. Мортенсен Молния. Ну, Молния — это расцветка. Кстати, в игре доступны три расцветки, друзья. Но этот ствол купить... Я подчеркиваю, купить. Он не дается бесплатно. Он стоит 10 тысяч игровой валюты. Купить можно только лишь две расцветки этого оружия. Третья расцветка дается, скорее всего, по прохождению каких-то заданий. Я думаю, потому что там написано бесплатно, но она заблокирована в магазине. Пока, видимо, вы не пройдете какие-то задания. Хорошо. Учтем, пройдем, получим, я думаю. Так, я решил все-таки побежать. Еще была мысль взять самочку кабана, попытаться. Потому что, скорее всего, они сейчас там занервничают, задвигаются. Но складка рельефа мне, я думаю, не позволит это сделать качественно. Поэтому давайте просто ускоримся быстренько до опорного пункта. Откроем первый опорный пункт. И уже будет что-то с вами более понятное. Во-первых, возьмем маночки. Посмотрим, какие у нас манки добавились в игру. По идее, там на всяких козлов да баранов у нас должны добавиться манки. Кстати, а там? Там, кстати, вполне возможно, был козел или баран. Сейчас посмотрим. Так, ну что ж, 200 метров осталось уже. Видим здание интересное, красивое. Да, посмотрите-ка. Так, стоп-стоп-стоп. А ну, внимательно. Вот эти камешки, они так прям тебя путают. Серьезно, каждый камешек издали как будто бы животное какое-то отдыхает. Стоит, лежит. Это кабан. Это кабан-самец, друзья. Это интересно. Ну, торопиться не будем. Давайте смотреть, высматривать. Сразу проверяем здесь местные деревья, кустики, на момент маскировки. Что? Какую маскировку дает. Так, вот этот кустик дает хорошую маскировку. Хорошо. Запоминаем. Волчевой, друзья. Круто-круто. Прям что-то новенькое. Обожаю. Всегда обожаю в этой игре что-то новенькое. Слушайте, а кабанчик-то ломанул, да? Как в последний раз. Как перед смертью. В принципе, он в чем-то прав. Все-таки не покидает меня надежда, что я его сейчас где-то успею рассмотреть. Так, выстрел сделан. Но пока непонятно. Вообще непонятно. Я определенно должен был попасть под углом, но... Почему-то. Давайте посмотрим. Да, я попал. Легкое ранение. Слушайте, меня это вообще не устраивает. В корне. Да, слушайте, я столько в жизни не стрелял. В одно животное. Жесть какая. Ну, просто не хочется на самом деле затянуть. Пойдемте забирать. Что-то мне подсказывает, что... Не такая она мощная. Но интересно. Сейчас посмотрите. Я использую полимерный боеприпас. Сейчас интересно посмотреть, просто куда я настрелял. Куда пошел первый выстрел. Второй, понятно, что тоже где-то там по касательной прошелся, по убегающему животному. Но я думаю, что три выстрела, друзья, это, конечно же, очень много. Это на меня не похоже никак. Но я был вынужден. Иначе затянули бы мы эту беготню за кабаном на гораздо дольшее время. Потому что мы уже даже уходим, удаляемся от опорного пункта. Так, смотрим, проверяем. Первый выстрел, куда пошел? Да, кстати, 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 пробиваемость не лучшая. Второй выстрел. Ну да, по касательной, куда-то там в челюсть. Третий выстрел, да. Ну слушайте, как понять, не лучшая. Вот в таз, пожалуйста, дошел практически до легких. Еще чуть-чуть, я думаю, и зацепили бы легкое. Но первый выстрел, да, смотрите, под углом полимерный боеприпас не пробил кабана. Ну, тут, конечно, угол был очень острый. Прям чрезмерно острый. Хорошо бы делать вывод, стреляя с боковой позы животного. Ну что ж, у нас с вами впереди, друзья, целый заказник. Мы еще выводов наделаем более чем. Смотрим. 8.57, 9 утра. Вообще идеальное время для начала прохождения нового заказника. И, в принципе, для охоты. Так, есть озера. Это радует на озерах. Как известно, приходят попить водички всякие разные животные. Надеюсь, тебе не случилось оставить ключ. Не успел прочитать, ладно. Смотрите, на самом деле, то было не оливковое поле, скорее всего. Или, может быть, оливковое, но маленькое. По-моему, оливковое это вот это. Или виноградное. Давайте сейчас посмотрим поближе. Ну, похоже, вы знаете, на листья винограда, на самом деле. У моих родителей растет виноград. Поэтому я как бы немножко знаю, как выглядят листья. Но я не знаю, как выглядят оливки. Поэтому... Точнее, оливковые деревья. Поэтому вполне возможно, что это может быть и оливковое деревья. Так, архитектура местная. Давайте сразу посмотрим. Все такое каменное, как в Арк Сурвайвал Эволов, да? Похоже, похоже. Слушайте, а в сарайчик зайти можно, да? Интересно. Хочется, на самом деле, все рассмотреть, все разглядеть, везде побегать, все пощупать, все потрогать. Очень уж я новиночки люблю. Я думаю, вы тоже. В Квадрокалинос есть места, о которых знают лишь немногие. В одном из них просто замечательные виды и возможности для охоты. Ты предлагаю туда и отправиться. Вот я прислала координаты тропинки, которая приведет тебя прямиком в это место. Я бы с радостью отправилась с тобой, но у меня пока нет такой возможности. Охотиться сколько... Столько, сколько угодно. Уверена, ты бы быстро освоился среди наших холмов и крутых спусков и познакомившись с хитрой живностью. Поищи следы животных, знаю, опыта у тебя полно, но в охоте на хитрую дичку Атрокалинос нужно использовать все свои знания. И манки. И манки. Обязательно. Само собой, тебе может повезти, и ты попросту услышишь добычу, пройдя мимо той части заказника, но я знаю, что ты не полагаешься на одну удачу. Откуда ты знаешь? Помнится, у тебя был отменный слух, это все еще правда? Или годы уже дают о себе знать? Потихонечку дают. Так, смотрим. Она не успокоится, я думаю. Так, Орикс Гарна, Куду, Северный Олень, Лань. Лань, по-моему, здесь водится. Нужно оставить. Это точно убираем. Благородный Олень здесь водится. Это Колумбийский Чернохвостый. Чернохвостый, по-моему, нет. Серый Волк оставим. Полосатус Шакал, Серый Волк. Оставим. Хорошо. Кстати, давайте мы не будем думать и гадать. У нас же есть справка игры, в которой есть раздел Животные. И в самом низу, скорее всего, будут наши животные, которые здесь водятся. Европейский Заяц. Смотрим. Оружие класс 0. Перенитский Волк. Третий класс оружия. Хорошо. Перенитский Муфлон. Второй класс оружия. Юго-Восточный Горный Козел. Второй класс оружия. Бесейдский Горный Козел. Второй класс. Гридосский Горный Козел. Второй класс. Второй класс Роднийский Горный Козел. Степной Бизон, скорее всего, здесь не водится. Скаменушка, да, это уже животное другого заказника. То есть еще здесь водится благородный олень, но он уже в этом списке есть, поэтому разработчик, видимо, не пихает его в каждый список животных. Значит, что мы с вами имеем в итоге? В итоге, скорее всего, мы меняем лук. Да, я все-таки взял лук, но лук нам не пригодится, я думаю. Мы с вами возьмем другое оружие. Давайте уберем лук и возьмем с вами веранд. Ту самую зайчью винтовочку веранд, которая позволит нам добывать животных с более дальнего расстояния, с большим комфортом. Убираем все стрелы и ищем вот 22 ЛР, то, что нужно. Хорошо. Отлично, все, зарядились, можем выдвигаться. Нулевой класс оружия на зайцев, второй класс оружия на баранов-козлов, на лань второй класс оружия, да, получается так. А, стоп, манки, черт побери. Какая жесть, какая жесть. Я очередной раз забыл про манки. Точнее, наполовину забыл. Вроде там поширудил по карманам, да, рюкзачка, но не до конца. Так, склад, выбираем приманки, ищем кабан. Благородный олень мы оставили. Кстати, неплохо бы сейчас в магазине глянуть, какие еще есть варианты. Может быть, у нас там на тех же козлов появились манки. Надо посмотреть. Так, приманки. Нет, это приманки, не то манки. Ну, вы знаете, нет, не появились. Значит, что? Надо прощелкать по предыдущим. Но такое впечатление, что, скорее всего, нам просто-напросто не добавили еще пока или вообще манков на этих животных. Благородный олень, кабан. Это все понятно. Лось. Один здесь на манке. Белохвостый колумбийский. Ну, выходит, что пока да. Возможно, добавили приманки. Может быть, белохвостый благородный. Колумбийский. Нет, кстати, нет. Ни то, ни другой, ни третий. Ну, ладно, будем тогда охотиться с тем, что есть. Так, по заданию у нас с вами что? Давайте посмотрим. Найдите тропинку к тайному охотничьему месту Александры. Найдите следы животного. Дополнительно найдите животного по его следу. Ну, не так что сложно. Но мы с вами давайте немножечко здесь осмотримся. Появился достаточно хороший обзор. У меня вот это озерцо манит немножко, смотрится. Но виноградник будет нам сейчас закрывать, скорее всего, да? Ну, тогда отправляемся. Отправляемся по заданию. Да, местечко своего рода уникальное за счет вот этих вот рядов растущих деревьев. Всяких подсолнухов, лаванды. Очень здорово все выглядит. Вот каждый заказник все-таки чем-то уникален по-своему. Так, забыл я маночки выставить. Надо как это сделать, потому что сейчас какой-нибудь кабан появится. А мы не сможем ничего ему предложить. Так, давайте кабанчика сюда. И что мы там еще брали? А у нас получается... Стоп, у нас пять манков, да? Давайте вот так, наверное. И это у нас какой-то? Вот сюда вот это поставим. Все. Затарились. Погнали. Друзья, конечно же, вот эти первые серии, они будут такие, так скажем, пристрелочные. Не в том плане, что мы будем стрелять, да? А в том плане, что мы будем присматриваться к этому заказнику, изучать его, идти по заданиям, возможно. Так, найдите следы животного. Так, нет, нам не в ту сторону, поэтому мы не пойдем. Поэтому следу... Следу косули. А, здесь, получается, косули, не лами. Аманок на косулю есть. Аманок на косулю я не взял. Ну, ничего страшного. Я почему-то подумал, что здесь водится лань. Ладно. Места совершенно незнакомые, поэтому... К твоему слуху, позавидуют даже киты. Да уж, ладно тебе. Не позавидуют. Так, ну это зайчик. Почему бы, собственно, и не добыть? Тем более, у нас сейчас все гораздо проще будет с этим делом. А с другой стороны, торопиться можно и не торопиться. Смотрите-ка, косуля. Но, ладно. Косуль мы видели. Косули не так интересны. Как новые виды животных, которые здесь могут нам встретиться. Так, так, смотрите-ка, кто здесь у нас с вами. А ну, кабаны, причем огромнейшее, гигантское стадо кабанов. Так, я не знаю, друзья, где маскироваться. Скорее всего, на дереве на этом мы не замаскируемся. И зайчики вот тут внизу. Так, ладно. Давайте немножко... Воу! Слушайте, это очень удачно. Очень к месту. Смотрите, какая красота. Так, ну что, у нас есть шанс перепроверить наш ствол. Давайте, прощелк третий класс. По-моему, он закрыт. Да. Он закрыт, поэтому мы не будем его брать. Мы возьмем вот эту двоечку. Сейчас у нас есть вообще шанс сделать наиточнейший выстрел. Куда-нибудь в район легкого. Вот сюда. Так, я уже цель поменял, поэтому ладно. Пойдем искать пятно и просто пойдем по следу. Смотрите, кабанчиков попадается довольно много. Это мы с вами учтем на будущее. Найдите тропинку к тайному охотничьему месту Александры. Обязательно найдем. Кабанчиков нашего вижу уже внизу. Так, стоп. Не будем торопиться. Давайте-ка мы начнем манить. Место здесь хорошее. Лежачая поза нам даст хоть какую-то маскировку. Конечно, я бы хотел маскировочку получше. Даже, наверное, давайте мы вернемся сейчас за маскировочкой получше. Вот сюда, под этот кустик. И уже из-под него мы поманим кабанчика. Там все-таки осталась еще троечка интересная. Можно попробовать его добыть. Друзья, вполне возможно, что в этой серии могут нам не попасться новые виды животных. Поэтому не огорчаемся, не расстраиваемся. Обязательно попадутся. Наш охотничий путь в этом заказнике только-только начался. Так, ну, кстати, место неплохое. Даже есть возможность занять лежачее положение. Очень здорово. Хорошая маскировка, хорошая точность. Так, кабаны. Мечутся, бегают. Идти не идут. Но должны. Мне кажется, должны они потихонечку. Так. Послышалось. Может быть, зайчик где-то здесь шуршит по кустикам. Нет, косуля брачный зов. Угу, двоечка. Ну, они потихонечку возвращаются. Это хорошо. Давайте продолжим приманивать. Проблема, конечно, ветер. Ну, ветер дует не то, чтобы прям им в лицо, но немножко со смещением. Если туда какая-то часть стада уходили, вполне возможно, что оттуда они к нам точно не придут. Ммм, волчьевой, друзья. Круто-круто. Смотрите, какие осторожные стали кабаны. Я, конечно, не знаю, какие они были раньше. Уже, честно говоря, забыл. Но мне казалось, что точно не такие осторожные, как сейчас. Вот они просто стоят. Вот они стоят и все. И даже не собираются двигаться в нашу сторону. Так, вот ты кто? Ммм, одни самки. С засада. Еще давайте какое-то время подождем. Если не появится та троечка самец. Вот он, красавчик, красавчик. Вышел. Вышел, молодец какой. Хорошо. Такое чувство, что они не на манок идут. Ощущение, что они просто возвращаются на зону потребности, при этом ведут себя максимально аккуратно. Но ощущения того, что я их приманиваю, у меня нет. Так, вот он наш... Нет, не он. Вот, собственно, о чем я вам говорил. Они идут сейчас по направлению нашего запаха. Вот у нас где-то ветер туда распространяется. Если они еще пару шагов сделают в том направлении, все, мы с вами рискуем. Вот он. Красиво. Берем. Отлично. Точно пробиваем легкое. Да, кровопотеря хорошая, быстрая. Падает быстро. Все, я видел, как упал. Отлично. Вымучили, выждали, приманили. Наверное. А может быть и нет. Зайчик, внимание. Тихо, тихо, тихо. Подожди, подожди, не то. Давай, быстрее. Есть. Красиво. Так, смотрите. Потеря бонуса быстрого убийства присутствует при попадании в одно легкое полимерным боеприпасом из новой винтовочки. Мотаем на ус. Пользоваться ей против кабанов, скорее всего, друзья, смысла большого не имеет. Я бы взял, наверное, мусинку, но мы, конечно же, постреляем из новой винтовочки. Еще один зайчик. Отлично. Сейчас мы проверим. Вот сейчас было хорошее качественное попадание с боковой позы животного. Мы сейчас посмотрим, что может новая винтовка. Ох, опять кустик. Опять меня кустик напугал. Потери бонуса нету. Пробиваем два легких. Это радует, что хотя бы с такой позы нет потери бонуса. Хорошо. Хорошо. Так, и давайте-ка мы возьмем Экерс 30-06. Немножечко мы с вами поднимемся сейчас вот сюда в гору. В район волчьего боя. Возможно, друзья, мы с вами и волка в этой серии попробуем добыть. Кабан. Нет, кабан уже не очень интересен. Тем более, что там остались, скорее всего, одни самки. Это не очень интересно нам будет. Играю я без пристрелки, потому что от хардкорной охоты у меня осталась что? Отключенная пристрелка, потому что, чтобы ее включить, друзья, нужно перекачивать заново. Точнее, сбрасывать все умения и распределять их по-другому. Наверное, дальше я продолжу играть без пристрелки. Ну, а вы играйте, конечно же, так, как вам удобно. Удобно с пристрелкой, конечно же, пользуйтесь. Скилл определенно полезный. Один из лучших активных, на мой взгляд. Которым обязательно нужно пользоваться. Который очень и очень хорошо помогает в охоте. Да, действительно, очень крутые здесь места. В том плане, что хороший обзор на сотни-сотни метров, друзья. И вот эта гористая местность неспроста здесь есть. Потому что на ней есть животные, которые обитают в таких местностях гористых. Хотелось бы, конечно, кого-нибудь из них в этой серии добыть. Так, проверяем всякие деревца и кустики. Маскировки нет. Короче, у деревьев маскировки нет. Давайте посмотрим у кустика. Маскировка есть. Сколько можно выйти? Ну, выйти можно достаточно, чтобы было видно хорошо. Интересно, эти волки такие же агрессивные, как на Аляске? Или нет? Потому что я вот сейчас подсознательно все-таки жду. Вот этого характерного появления волков. В чем-то оно такое мистическое какое-то. У тебя начинается непонятное чувство, непонятное ощущение опасности. Какие-то звуки совершенно странные. И потом выходят волки. Так, ну я не уверен, что они, конечно же, выли где-то в этих местах. Вот ты здесь. Ну что, завораживает? Определенно. Последнее время только это место и помогает мне расслабиться здесь так спокойно, даже во время ливней. Изначально я хотела пригласить тебя сюда в качестве гостя, чтобы провести по нашим прекрасным местам, а затем снова отправиться за границу. Но мне пришлось вернуться из-за смерти мамы, так что теперь все мои мысли заняты не отдыхом, а работой. Рада, что мне удалось показать тебе это место. Можно сказать, я вновь ощутила его через тебя. Это также одно из наших лучших охотничьих мест. Отсюда все возвращается с приличной добычей. Если сможешь отвлечься от созерцания бухты, то увидишь еще множество прекрасных мест. Похоже, что сеньору Бадену, нашему вчерашнему спутнику, здесь тоже очень нравится. Он человек необычный, но по-своему очаровательный. Когда я ему сказала, что наняла тебя в качестве профессионального охотника, он всполошился. И сообщил мне о своих многочисленных охотничьих заслугах. Ну да, у Бадена уж точно. Я сначала думала, что это он просто под действием вина так общителен. Но даже на трезвую голову он не устает себя рекламировать. Судя по всему, ему уже удалось добыть парочку горных козлов. Похоже, кто-то пытается составить тебе здоровую конкуренцию. Думаю, пора тебе показать свои... Мне свои навыки добыть любое животное. Ох, Александра, где ж ты была? Пять минут назад. Когда закончишь, дай мне знать, я сообщу сеньору Бадену, что у него появился соперник. Когда впервые вернулась в заказник после долгого отсутствия, то больше всего мне хотелось оказаться в этих местах, они напоминают мне о маме. Так, что-то надолго затянулся этот монолог. Если пройти вниз по бухте, тебе откроется еще один изумительный вид. Советую. Я все жду меточку следующего задания. Давай же, уже же, начнем же. Откройте речную обзорную площадку, добытьте любое животное. Так, речная обзорная площадка. Хорошо. Так, меточка есть, меточка есть. Отлично. Ну, все, хотя бы у нас дальше есть какая-то цель для движения. Я все здесь пытался одним глазом читать, другим глазом смотреть в бинокль, чтобы хоть кого-нибудь здесь увидеть. Ну, места красивейшие, но никого я не заметил. Может быть, вы заметили? Напишите в комментариях, кого я здесь мог пропустить. Ну, вроде бы никого я не увидел. Пытался, рассматривал, напрягал глаза, точнее, один глаз. Второй глаз бегал по строчкам нашей общительной Александры, которая очень-очень любит пообщаться. Ну, медом, как говорится, не корми. Так, ну, вы знаете, такие места шикарнейшие, но здесь обязаны быть животные. Тем более, это лучшие охотничьи угодья в этом заказнике, да? Ну, что, просто так его так называли? Смотрите, как-то у нас здесь. Ну, это всего лишь самочка. Это бесейский горный козел. Но, по-моему, с рожками, да? Определенно. Вы знаете, хочется добыть даже самку, на самом деле. Я, конечно, себе жестких рамок не ставлю, но это новое животное, которое рассмотреть хочется даже самку. Наверное, мы так с вами и поступим. И я думаю, что все-таки вот этот ствол новый, 6,5-миллиметровый ствол, скорее всего, в основном для всяких вот этих горных козлов да баранов. Почему-то мне так кажется. Так, ну что мы имеем, собственно? Мы имеем расстояние в 135 метров. Очень удачную позу для одного очень интересного выстрела. Для этого нам сейчас понадобится другая оптика. Сейчас мы поменяем прицельчик и попробуем произвести один интересный выстрел из нашей новой винтовочки. Мортенсен. Мортенсен. Черт возьми, запомните, все время забываю. Да, шейный отдел позвоночника, друзья. Вот такой вот интересный выстрел. Я думаю, что вам интересно, как и мне, скорее всего, это животное, несмотря на то, что это самочка. Обязательно смотрим вот так вот, стараемся охватить взором как можно большее пространство. Для чего? Для того, чтобы заметить движение, друзья. И это будет означать, что здесь была не только эта самочка. Вот, смотрите, кто-то убегает. А ну, успеем. Может быть, а может быть и нет. Потому что скорость какая-то там не очень быстрая, почти как у нас. Не видно, к сожалению. Разбежались, да. Эффект, как говорится, неожиданности упущен. Вроде бы можно было бы. Смотрите-ка, бесейский самец, да, классный. Так, ну, давайте, ладно, давайте сейчас мы немножечко проводим его взглядом. А вдруг? Кстати, а у нас есть маночка рога? А я его выложил, да? Нет. Давайте попробуем. Чем черт не шутит? Во-первых, давайте читаем, может быть, на манке рога. Как там? Вот так. Нет, нету, но вроде бы это животные рогатые. Вполне возможно, что они реагируют. Может быть, разработчик просто не добавил это на манок. Не написал об этом. Но мне кажется, что у нас все рогатые животные так или иначе реагируют на манок и рога. Я думаю, что этот бесейский козел не должен быть исключением. Зато вот сейчас, когда ты промахнулся или как-нибудь криво попал, всегда можешь сказать, ну, ты и козел. Смотрите-ка. Вот он раз, вот он два, троечка, троечка, троечка. Друзья, шикарно. Нам перезарядиться можно? Можно. Но не нужно, потому что перезаряженное. Так. Ветер. Ветер не корифан, дует прям не туда, куда надо. Ох, а там какое стадо! Вы посмотрите! Сколько ж там этих козлов! Хорошо. Давайте мы сейчас с вами, чтобы далеко не уходить, вернемся, заберем нашу самочку. Прицельчик надо бы поменять, что-то сильно колбасит ствол с ним. Давайте быстро-быстро это сделаем. Можно иногда прицелы менять вот таким образом. Раз. И быстренько перебросили. Вот только аккуратно перебрасывайте, можете перебросить весь ствол целиком на другой слот. Вместе со всей оснасткой и боеприпасами. Вот сейчас мы с вами посмотрим, как выглядит самочка Бесец... Какого-то там, короче, козла Бесецкого. И посмотрим на самца. А там их несколько, друзья. Еще, может быть, удастся кого-то добыть. Похоже, тебе придется охотиться за нас двоих. Административная часть работы заказника все еще чужда для меня, поэтому у меня нет возможности с тобой по нему ходить. Да даже знакомиться с соседями. Квадроколинс в основном состоит из имения моей семьи. И тут еще и общественной территории с дорогами. Жесть, вот табличка вообще загораживает текст. Я раз... Короче, ладно, друзья. Давайте опустим пока разговор с Александрой. Она, конечно же, не замолчит, я думаю, да? Да. А мы с вами, пока она разговаривает, оценим вот такой выстрел. Шейный отдел позвоночника и сердце. Друзья, это двойной удар. И я думаю, что это лайк. Однозначно. Я бы поставил за такое. До недавнего времени что-то там у нас было. Или чего-то не было. Но недавно они во всем морозом испарились, поэтому я хочу... Хорошо. Понимаю, что с охотой это никак не связано, но ремонтную бригаду мэра мне придется ждать целую вечность. Я попросила Хулио, но бедного старика заразила пневмония. Сразила. Я съездила в город, купила... Короче, ладно, друзья. Я думаю, что там какая-то рутина очередная. Там сходи, что-нибудь там забор восстановили. Что-то такое. Я не вчитался в первую часть этого... Этой замечательной истории. Но Александра нам толком не даст, к сожалению, поохотиться. Так что за звук был сейчас такой интересный? Очень похож на звук животного. Александр определенно нам не даст нормально здесь сосредоточиться на поиске козлов. Так, маскировочки здесь нету. Запоминаем. Так, меня терзает смутное сомнение. У шпака магнитофон, у козла медальон. Так, такое чувство, что кто-то прям рядом со мной. Да. И ощущение-то было не зря. Вон они убегают. Вот они, вот они, вот они. Давайте зайдем в кустик. Немножко спрячемся. Может быть, это что-то нам даст. Не знаю, дает ли какой-то эффект монока рога. Буду верить, что дает. Все-таки животные рогатые. В этом есть какой-то смысл. Так, двоечка. Троечка. Смотрите-ка. Троечка. Двоечка. Двоечка, троечка. Троечка, двоечка. Прекрасно. Ну, вот этот интересный образчик. Рога прям какие-то такие, да? Фантастические. Классные, интересные. Берем, я думаю. Попробуем, в крайнем случае. Так. Вот. Кто-то у нас с вами прямо за кустиком стоит. Возможно, ближе. Наш трофейчик ближе, чем хотелось бы. Жесть, ну тут манок. Зачем кабана? А потому что мне непривычно, что у меня кабан на пятерке. У меня обычно на пятерке рога стоит. Так, а здесь у нас кто? Давайте посмотрим. А это двоечка, да? И уже рога, посмотрите, гораздо меньше. Значительно меньше. Я бы хотел сейчас какого-нибудь классного рогатого. Это вообще самка. Классного рогатого троечку взять. Вот он, красиво стоит. Прострел. Хорошо. И, во-первых, ищем наш трофей предыдущий. Где-то он был, где-то был, не знаю где. Сейчас попробуем вспомнить. Давайте по пятну сориентируемся. Значит, вот здесь у нас было пятно, да, получается. Где-то вот здесь, скорее всего. Мы его взяли на месте, насколько я помню. Давайте попробуем поискать наш трофейчик. Вот он, один и чуть выше второй, да? Да, вот они, два лежат рядышком. Хорошо. Так, смотрите, беседский козел, предупреждение, да? Вот он. Ну что? В принципе, друзья, от трофея отказываться мы не будем, конечно же, да? Зачем? Если он практически сам к нам в руки-то идет. Слушайте, ох, а сколько же их тут, а? Класс какой. Ну, определенно, они, конечно же, не реагируют на манок. В общем-то, в этом нет ничего удивительного, потому что все-таки на манке не написано, что они будут реагировать. Хм-хм-хм, какой выстрел-то интересный получился. Планировал в сердце, но задел каким-то образом шейный отдел позвоночника. Хотя, как по мне, скорее всего, в сердце я бы попал. Но, смотрите, меня уже потихонечку смущает пробитие у нашего вот этого Мортенсена. То есть центральной позы с 80 метров, друзья, мы с вами не попадаем. Точнее, не пробиваем сердце. Так, тихо-тихо-тихо. Ах, вот этот выстрел был, конечно, конечно, не очень хороший. Давайте вторым попробуем добрать. Рассчитывал я в шейный отдел позвоночника, в заднюю часть затылка, но не получилось, к сожалению. Смотрим. Вот такие вот они интересные рогачи. Да, с боковой позы, смотрите, пробивает очень достойно, очень годно. Слушайте, ну шелест прям рядышком, да, где-то. Либо это ощущение такое создаётся, что он рядышком, но прям где-то близко-близко. Возможно, это зайцы, кстати, не исключено. Я определённо хочу найти хозяина этого звука. А, это багнулся козлик у нас. Вот, смотрите, можно послушать, с какого примерно расстояния начинается вот это похрустывание. Ощущается, как будто бы рядом, да, согласитесь? Как будто где-то вот буквально в каких-то метрах от тебя всё это происходит. Так, ну что ж, друзья, я, скорее всего, пойду выслеживать нашего подранка. Он упал, но дабы не затягивать. Дальше эту серию мы с вами здорово поохотились. В ней были зайчики, были новые животные, старые животные кабанчики. В общем, довольно интересно всё у нас с вами получилось. Я сейчас найду пятно, найду по этому пятну нашего подранка. А мы с вами увидимся уже в следующей серии. Спасибо, что посмотрели это видео. Если вам оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. В комментарии обязательно пишите советы, предложения и пожелания, друзья. Увидимся в следующей серии. Пока-пока.